В речи о том, что, конечно, большая роль посла Добрынина, я с послом общался, особенно в последние годы в жизни, какие-то речи о, как мне кажется, тоже важном деле, которое сделал ГРУ, но все-таки тут было дело о внешней разведке, и ревидентор Коминан. Под этой фамилией работал в статусе и на суде, в полковник службы внешней разведки, сегодня, в 1902 году, все это время. Вот здесь произошла очень интересная вещь, на мой взгляд, на мой взгляд, я немного писал о разведке, я не знаю, наверное, многих разведчиков, но лишь один, я думаю, из тех, кого я знаю, может, второй тоже, может, бортальян, я имею в виду таких человек очень упорных, человек пошел против течения. Когда Фетлисов пришел со своим уже оперативным сообщением к послу, посол это сообщение о том, что он так и так, и что он общается с Кеннеди, президентом, а не представителем экономической веры только на 2 минуты, посол не захотел, просто такие тревожные, тяжелые дни, не захотел, испугался, побоялся, давайте, скажем так, не решился это сообщение отправить за свои подпищи, прямо туда, куда его ждали, в Кремль, где на военном положении уже было все полиперозно. Фетлисов, который был интеллектившим человеком, и я за все годы общения с ним никогда от него дурного слова не слышал. Некоторые, не только различные, но и так, и так, и так, и так далее, как тут у нас вырываются иногда такие дурные слова, в последствии, никогда я такого не слышал, и всегда, когда он меня в этом эпидоде рассказывал, а он был рассказывал с болью большой, вы их сделали из меня мальчика, но я сразу пошел на наш этаж, те, кто были и работали в дурберге, знают, что есть этот этаж, где работают только люди определенной профессии, очень редкие, очень скучные, там сидят обычно люди, которые называются шифровальщиками, он отдал свое оперативное сообщение шифровальщику, шифровальщик моментально все сделал, фетлисов подписал, и вскоре это сообщение лежало на столе у теперешнего, так сказать, директора внешней разведки, по-прежнему, 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 это начальник ПДУ, и этот начальник ПДУ, находясь в то время в очень небольшом звании, прямо скажем, по-прежнему, он это сообщение передал на самом наверх, и оно попало именно в 50 лет.